Господа, пришло время выяснить, что именно происходит в приграничных землях. Доклады и байки, которые мы оттуда слышим, становятся все более безумными каждый день. Привидения, люди с головами волков, сатанинские жертвоприношения, мертвецы, вылезающие из могил. Сам дьявол замечен не менее пяти раз. Мы люди Императора, Саш. Его враги наши враги. Вот и все. Имперские гвардейцы! Да, и мы хотим вам задать несколько вопросов. Убить их! Разбойники около деревни были обезумевшими и напали на нас, несмотря на то, что мы имперские гвардейцы. Эти же были в своем уме. И напали на нас потому, что мы имперские гвардейцы. Только чудища могли это сделать! Ни одному смертному такая окаянная сила не дадено! Черт мне подери, то ты и правда вскопал могилы. Оборотни. Блять, я так и знал. Нет в этом мире человека, которого я боюсь, не нечисть. Надо отсюда уходить. Вернемся с батальоном. Посмотрите на их глаза. Некоторым мужикам взбрело в голову, что все это происходит из-за того, что император утратил божью милость. Имперская власть над этими землями всегда была в лучшем случае шаткой. Какие бравые офицеры! Чем я обязана такому удовольствию, господа? Он и наши сыновья уехали вместе с этим мудрецом. Я их молила и умоляла, но они меня не слушали. Должно быть особый человек, этот проходимец. Мало кто способен вызвать такую преданность. Говори правду. Мы тебя не обидим. Слово офицера. Он обещал, что мы больше не будем платить подать ваше благородие. Что мы сможем оставлять себе все, что мы выращиваем. Насколько все плохо? Мы действительно имеем дело с полноценным восстанием. Мало, пощадите их. Они простые. Они смыслят, что почем. От имени его императорского величества Алексея Третьего и силой его власти я осуждаю тебя в измене и приговариваю тебя к смерти. Добро пожаловать в царство мертвецов. Добро пожаловать в царство мертвецов.